Одному из направлений психологии, которое носит название нектарология, есть разные направления. И западное направление больше пытается объяснить нам, как фактически не убить друг друга. Это войны, разрешение войн, разрешение конфликтов, разрешение опасных ситуаций, разрешение тяжелых ситуаций. И сейчас по современной статистике, травматизм в семье больше, чем травматизм на дорогах, чем в дорожно-транспортных происшествиях. В семье опаснее, чем на дорогах. Могут быть достаточно серьезные проблемы в некоторых странах, очень тяжелые ситуации. Поэтому мы будем говорить о нектарологии, о том, как извлекать нектары взаимоотношения. Нам не очень-то интересна идея конфликта и как разрешать конфликт, потому что не всегда это решит ситуацию окончательно. Окончательное разрешение конфликта происходит тогда, когда мы поднимаемся на более высокую платформу, на платформу настоящих отношений. Когда нечто происходит между людьми в атоме материальных вещей нет электронного счастья. Мы можем взять стол, изучить, но как бы мы стол ни использовали, в нем нет электронного счастья, человек не будет счастливым. Современная ситуация в сознании состоит из того, что часть времени человек пытается понять, где находится электронная часть. И он думает, что в какой-то из вещей какая-то вещь. И он видит эту вещь у другого человека, ему даже кажется, что это человек счастлив. И он начинает мечтать об этой вещи. На самом деле завидует, есть некоторая зависть. Поэтому зависть приводит к страданиям. Человек ждет, когда же он накопит деньги и получит эту вещь. И однажды он получает эту вещь, ему хватает денег. Он идет в магазин, берет эту вещь, несет. А пока он несет, кажется, он еще счастлив. Но когда он покупает, происходит другое явление. Другие начинают завидовать ему. Другие думают, что может быть этот человек такой счастливый, он что-то купил, уйдет домой. Поэтому он начинает бояться. Начинает бояться, потому что уже кто-то завидует ему. Поэтому жизнь простого человека складывается из одной части зависти, к тому, что кто-то что-то имеет. Другая часть – это страх, что кто-то что-то отберет. Поэтому поговорим о нечто другом. Будем говорить о нектаре, нектар отношений. Он, конечно же, исходит из истины, поэтому будем говорить в категориях истины. Истина характеризуется как красота. Мы знаем, одно из характеристик – это красота. Поэтому и поиск истины должен проходить по пути гармонии. Поэтому сегодня некоторые плотные вещи мы разберем. Что такое гармония, гармония в семье, гармония в взаимоотношениях. И гармония в развитии – это соблюдение баланса. Когда мы соблюдаем баланс в распределении усилий по всем аспектам человеческой личности, по всем аспектам сознания. И всего насчитывается четыре основных аспекта. Поэтому если кажется, что мы двуногие, на самом деле мы четырехногие. У нас есть четыре аспекта сознания. И если хотя бы одна нога хромает, то, соответственно, мы не сможем быстро передвигаться. Поэтому человек медленно развивается. Но если мы на четыре ноги хромаем, поэтому будут проблемы. С этого мы и начнем. Так, мы начнем с того, что необходима некоторая гармония. Гармония располагается в четырех направлениях. Четыре направления. Четыре аспекта личности. Первое, конечно же, физическое. Мы с начала их запишем. Физическая составляющая. Очень важное явление. Здоровье человека. Тело. Ощущения. В это входит, конечно же, большая категория. Об этом говорит целая наука. Достаточно большой раздел. Лет семь уходит, чтобы выучиться. А чтобы знать, что такое тело, как оно устроено. Достаточно интересное устройство. Фактически находится на уровне чуда. Можно описать, как действует какой-то аспект тела. Можно очень точно описать его устройство. Но понять невозможно. Тело устроено интересным образом. Обычно, когда мы наблюдаем научные явления, то видим, что из простых вещей создаются более сложные вещи. Берутся маленькие элементы, скручиваются. Винтик, шайбочка, какие-то колесики. Скручиваются, получается более сложный элемент. Машина, например. Какое-то устройство. Но что мы наблюдаем в человеческом теле? Все наоборот. Кажется, что все вроде более-менее просто. Вроде более-менее описывается. Начинаем идти вглубь. И процессы становятся все сложнее. Доходим до простой клетки. Оказывается, вообще ничего не понятно. То есть, описать можем, понять не можем. Описать можем, понять не можем. Например, такое простое явление, как стопа человека. Пятка, несколько косточек. Но даже этот элемент не повторяется. Повторить его невозможно. Посмотрите, все несколько косточек. И вроде они не очень-то твердые. Но много лет, 80 лет, это маленькое механическое устройство держит огромное тело. В процентном соотношении чудо. Просто чудо. Представьте себе, что целое здание держится на совсем маленьком фундаменте. На совсем маленьком. Более того, не просто держится, а 80 лет оно ходит, подпрыгивает. По 2 часа в день еще умудряется плясать время от времени. Достаточно большая нагрузка, огромная нагрузка. Не повторяется. Но можем описать, можем разобрать, можем даже насобрать эти косточки. Так делают, да, в уроках анатомии? Дают вам горсть костей, вы собираете. Собирали, нет? Можно собрать стопу. Но повторить это научно невозможно. Никак. Просто вспомните, шаровые у своей машины. Они разлетаются очень быстро, особенно на русских дорогах. Невозможно. Поэтому мы должны позаботиться о нашем физическом аспекте. Несмотря на то, что тело запрограммировано на достаточно долгую жизнь, мы умудряемся ее сократить вдвое. Сейчас срок жизни современного человека, если мы возьмем мужчину, по последней характеристике 52 с половиной года. Причем, ну, заметьте, очень интересное явление, что пенсию платят 60 лет. Поэтому, да, нужно подумать вообще, для кого это пенсия рассчитана. Очень интересно. И каковы аспекты сохранения нашего здоровья, чтобы эту часть ввести в гармонию? Очень простые вещи. Мы быстренько пробежимся, так как не это наша главная тема. Мы должны понимать, что мы что-то отдаем. Мы что-то даем, процесс общения это отдавать. Поэтому ровно столько, сколько мы отдаем, мы должны столько же получить. Должен быть баланс между тем, что мы отдаем, и тем, что мы получаем. Этот баланс должен быть очень четко установлен. То есть, соответственно, мы должны уметь отдыхать. Есть правила отдыха. Правила отдыха очень простые. Отдыхать нужно до усталости, а не после ее. Если мы отдыхаем до усталости, значит, функция разума работает. Значит, функция разума действительно действует. Если мы отдыхаем после усталости, это уже не отдых. Это форма реанимации, толку никакого нет. Мы не можем прийти в себя, то есть, отдыха нет. Если мы уже все, выбились из сил и пытаемся отдохнуть, ничего не получается. Вы это замечали после работы, если вы приходите, уставшие, и все. Никакого эффекта. Толку никакого. Поэтому этот баланс нужно очень тонко прочувствовать. Тонко прочувствовать и всегда отдыхать за рамом. Поэтому каждому, конечно же, свой баланс, но достаточно большое время должно отводиться. Очень простой совет. Очень простой совет. Обычно, если жизнь достаточно загружена, достаточно, чтобы хотя бы один день был полностью без технических средств. Без будильника, без телефона, без телевизора. В Америке сейчас очень модное явление. Появилось очень модное и популярное явление. Это неделя без телевизора. Неделя без телевизора. Все. Они живут спокойно одну неделю в месяц. И что случилось? Случилось очень просто наполовину снизилось количество разводов. Потому что оказалось, что, оказывается, есть дом вообще. Оказывается, есть дом, и оказывается, что есть другие люди в этом доме. И оказывается, что надо с ними вместе кушать. И оказывается, что есть вообще стол, за которым можно кушать. И оказывается, что когда кушаешь, нужно о чем-то разговаривать друг с другом. Оказывается, что есть какие-то дела. Есть какие-то дела. Оказывается, что есть даже какие-то проблемы во взаимоотношениях. Это можно разрешить. Такой простой метод очень популярный явление. очень популярны, поэтому можно этим использоваться. Следующий момент, мы должны понять, что не так просто это тело ввести в гармонию, так как есть физическая составляющая и есть психическая составляющая. И сколько бы ни отдыхала наша физическая составляющая, в общем-то, не имеет смысла, потому что главное, сколько отдыхает наша психическая составляющая. И, как вы знаете, время для отдыха психическая составляющая совсем определенное, да? Точно уже определено, кто знает какое это время? Да, это вечернее время. Это вечернее время, в общем-то, оно, конечно же, у каждого немножко свое, но сам принцип, что это вечернее время. Если наша психика не отдыхает, то фактически беспорезно что-то делать с этим телом. В Восточных Тататах приводится очень простое сравнение. Если мы хотим, чтобы дерево росло, то нужно поливать корень, а не листья. И поэтому, если мы не заботимся о нервной системе, бесполезно что-то делать. Бесполезно что-то делать, но современный социум так устроен, что самое интересное, как раз, конечно же, сконцентрировано на вечере. Поэтому мы пропускаем самое важное время для своего отдыха. В некоторых городах, конечно же, электричество уже отключают целенаправленно. Веерное отключение, знаете, такое явление? Нет? Это хорошо. Веерное отключение, когда все районы города по очереди отключают. И можно точно знать, когда у вас будет электричество, а когда нет. Но даже не в этом окроется проблема. Есть ловушка, на которую точно попадается современный человек. Это ловушка гиперактивности. Очень интересное явление. Что она из себя представляет? Мы имеем некоторую жизнь. И нам с рождения дается определенное количество средств на эту жизнь. Определенное количество средств. И если мы способны работать по своему призванию, если мы способны работать честно, и работать для счастья своей семьи, для счастья окружающих, то нам как раз хватает всех этих денег на всю нашу жизнь. Да? Очень просто. Очень просто. Они распределяются по всей жизни. Но человек попадает в ловушку гиперактивности. Что ему хочется? Кто знает? Человеку время от времени. Заработать много денег. Да. Заработать много денег. То есть хочется здесь сделать какой-то скачок. Да? Заработать много денег. Но появляется эффект воздушного шарика. Что такое воздушный шарик? Что если мы где-то хотим, чтобы было больше, где-то нужно умножать. Где-то будет меньше. Поэтому, что происходит? Мы, конечно же, можем проявить гиперактивность. Обычно человек куда-то едет на золотые прииски. Он может подумать, ладно, сейчас поработаю полгода на золотых приисках. Заработаю большую сумму. Факт. Он заработает эту большую сумму. Конечно же. Но! Откуда берется эта сумма? Гиперсумма. Откуда она берется? Она берется из своего же кошелька. Свой же кошелек. Свой же кошелечек. А как вы думаете, из какого времени жизнь наберется эта сумма? Из старости. Да? Она берется из старости. А поэтому часть времени в старости что происходит? Человек испытывает бедность. Человек испытывает бедность. Да, кажется, да, успех. На самом деле никакой не успех, поражение. Если это просто гиперактивность, просто гиперактивность, то в результате поражение. А как никогда, а именно в старости. Именно в старости человеку необходимы средства. Потому что родственники могут отворачиваться. Почему это происходит, мы потом поговорим. Да? Социум может не заботиться. И телу нужно много вложений в тело. Достаточно много вложений. В лечении, в отдых. Тело уже восстает. Но человек оказывается без средств. В это время человек, в принципе, может и без денег обойтись. И у нас человеку все равно бегает туда. Он довольный, радостный. Какой-то суммы хватит, в любом случае, где-то умный. Но, когда человек действует методом гиперактивности, большая проблема происходит. Поэтому перенапряжение. Перенапряжение, потом спады. И что человек еще теряет? Да. Он, конечно же, берет какую-то сумму, но что он теряет на этой сумме? Какие два явления он теряет, как вы думаете? Он теряет здоровье. На здоровье. И он теряет, что еще? Отношения. Давайте вспомним это. Чтобы дальше пойти. Здоровье, отношения. Не те вещи он теряет. А поэтому эту заработанную гиперсумму. На что он должен потратить? На восстановление здоровья. На восстановление отношений. Он должен выкупить подарков. Он должен остановить свое здоровье. Пожить где-нибудь в Сочи. Чтобы его здоровье восстановилось. В результате, деньги эти все равно уходят в ноль. Но старость уже выкачана. Поэтому мы наблюдаем сейчас достаточно много явлений, когда старость бедная. Очень простая. Очень простая ловушка гиперактивность. Потом мы можем на последующих лекциях чуть больше это рассказать. Сегодня просто несколько моментов мы затронем. Следующее, что является важным для нашего здоровья также. Это простые явления. Вода и воздух. Вода и воздух очень простые явления. А к сожалению, именно этого нам обычно не хватает. Вода и воздух. Это естественные лекарства. Если мы не умеем их применять, то приходится пить какие-то яды. которые нейтрализуют другие яды. Чтобы яд нейтрализовать, нужно другой яд выпить. Очень просто. Если появляются токсины, необходим другой яд. Антитоксин. Это тоже яд. Но яд нужно действовать антиядом. Если мы не можем пользоваться водой и воздухом, то тело страдает. Тело страдает и разрушается достаточно быстро. Например, вода лучший элемент, который вводит токсины. Один из самых лучших. Но есть некоторые проблемы. Более того, есть разные энергии в природе. И в воде природа сконцентрирована, а энергия природы сконцентрирована намного больше, чем в воздухе. Например, воздух мы не видим, он легкий. Мы можем только ощущать его дуновение. В воде уже достаточно большая концентрация. Достаточно большая. И понять, что это энергия очень легко. До сих пор, смотрите, в общем-то достаточно долго развивается наука. До сих пор нет ясной и понятной формулы, которая бы описывала движение воды. До сих пор. То есть формулы движения воды нет до сих пор. То есть никто не может описать такое простое явление, как движение воды. Невозможно. Настолько тонкая энергия. Настолько интересная. Поэтому, если мы знаем, как пользоваться водой, то становится очень просто. Обычно современному человеку достаточно иметь доступ к простой воде, чтобы просто мыться. И восточная система требует трехразовое, мы видим, это делает сознание очень чистым, так как вводит токсинное мышление не только токсинное тело, но и токсинное мышление. И человек перестает ошибаться. Современный человек достаточно ошибочен, так как деятельность в этом мире, чтобы нам понять вообще, почему в семье происходят эти проблемы. Деятельность в этом мире оподобна опыту. Мы ставим эксперимент. И у опыта есть процент ожидаемого решения, процент 25. В 25% случаев максимум, опыт заканчивается так, как мы предполагали. Поэтому 75% это ошибочность. Поэтому человек достаточно ошибочен. И более того, если мы не снижаем этот процент ошибочности, то фактически однажды человек чувствует, что его жизнь просто потеря. Называется кризис средних лет. Когда человек думает, что вообще все, что теперь делать, как теперь действовать. Все, что он делал, почти все неправильно. Почти все не привело никакому результату. Он думает, да, как же теперь жить, в чем смысл? Обычно это кончается в самом лучшем случае алкоголизмом. В самом лучшем случае человек окончает жизнь от самого близкого. Также мы должны вспомнить про прогулки. Несмотря на все развитие медицины, до сих пор лучшим способом профилактики является просто быстрая прогулка. В течение 40 минут. До сих пор. Причем статистика достаточно показательная. Если человек один раз в неделю совершает часовую прогулку, быструю, то это снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 70%. Немного, не мало. На 70%. Поэтому обычно разумный человек старается как минимум час в день быстрым шагом передвигаться. В общем-то даже работа должна располагаться так, чтобы нужно было за час идти пешком. Это считается здоровое расположение работы. Что человек может спокойно пройтись, оздоровить себя и прийти на работу. Очень простое явление. И, наконец, последнее, что мы скажем об этом аспекте, о физическом аспекте. Должна быть здоровая нервная система. И здоровая нервная система формируется очень просто. Она формируется двумя способами. Первое, если к человеку приходит что-то очень позитивное, и человек сдерживает свои эмоции на позитивном проявлении. Выиграл деньги, что-то получилось, удача. Если человек на этом сдерживает эмоции, то это дает ему возможность не сдерживать эмоции. В каком случае? Очень просто. Когда приходит что-то негативное. Очень просто. Поэтому разумный человек старается сдерживать эмоции на позитивном. И это дает ему возможность сдерживать эмоции на негативном. Это делает его стабильным человеком. Ему психика становится стабильной. Стабильной. Стабилизируется. Раз психика стабилизируется, человек способен принимать трезвые решения. И его ошибочность становится минимальной. Человек совершает минимум ошибок. И он чувствует, что более-менее все идет как надо. Все как надо. Вот это первый аспект. Физический аспект. Он простой. Этого мы долго говорить об этом не будем, ничего особо на службу занять. Теперь пойдем в сторону психологии. Следующий аспект социальный. Социальный аспект, конечно же, интересный. Аспект отношений. Первое, что мы должны понять, что все, что бы мы ни делали, мы делаем ради отношений. Все. Мы делаем ради отношений, нет ничего, кроме отношений в этом мире. Все, что мы не делаем, это отношения. Мы хотим улучшить отношения, или мы пытаемся что-то делать с теми отношениями, которые уже ухудшились. Но в любом случае, все крутится вокруг отношений. Невозможно никуда деться от отношений. И фактически это критерии правильности наших действий. Часто человек говорит, как определить правильность моих действий. Поступаю я правильно или нет. Определить очень просто Если наши отношения стабилизируются или улучшаются Значит есть какой-то шанс, что мы поступаем верно Если от отношений ухудшаются, значит есть какая-то проблема Поэтому по отношениям можно смотреть, правильно мы действуем или нет Какой вектор нашего мышления Мы разберемся, как это определить точнее И первое, что мы должны понять, что так как мы работаем с категориями истины То для начала необходимо понять, что отношения для ищущего дороже самой истины как таковой Что происходит, есть отношения, есть отношения И сначала человек ставит истину выше, чем отношения Думает, ради истины я готов сделать все, что угодно Да, ради истины я буду добиваться своей правоты Я разрушу все, что угодно Я готов отказаться от своей семьи, от своего положения Но чтобы доказать истину Ты мне друг, но истина дороже, да, помните? Но Всего за несколько лет человек приходит к выводу Что не все так просто Что доказывая свою истину, он что сделал? Он растерял всех Никого не осталось И что получилось? Истина есть в отношении, что исчезла Поэтому он остался со своей истиной Наедине никому она не нужна А функция истины Истина требует распространения То есть с истиной жить невозможно Если вы что-то знаете, даже хотя бы чуть-чуть Об этом нужно кому-то рассказать Невозможно это скрывать, да? Поэтому так популярный сплет Если вы действительно что-то узнали Нужно кому-то рассказать И если натребует это состояние Поэтому постепенно человек приходит в другой схеме Он понимает, что отношения Можно истина Потому что сокровив отношения Мы можем что-то сделать Мы можем спокойно Говорить о нашей истине много-много лет Много-много лет А там уже будет понятно, что истина, а что нет Еще неизвестно, что истина, а что нет Как мы можем так просто утверждать? Была такая история интересная Однажды у одного человека в деревню убежала лошадь И все соседи пришли Стали его утешать Говорить, вот как же так Лошадь убежала Так все плохо Лошадь дорогая Он сказал, не знаю, плохо или хорошо Один бог все знает Неизвестно, плохо или хорошо Он не подумает Понятно На следующий день эта лошадь вернулась Перевел с собой жеребенка И все опять пришли Сказали, как здорово Лошадь вернулась Все жеребенка Перевел так здорово Он сказал, не знаю Хорошо или плохо Только бог знает Сказали Все ясно На следующий день этот жеребенок взял И пнул сына Этой женщины И ему ногу сломал И опять все соседи пришли Ну вот, зачем она привела Того же ребенка Он пнул твоего сына Ногу ему сломал Плохо Он, не знаю Хорошо или плохо Один только бог знает Сказали, ну все Вообще Ни в одну с ним разговаривать Но на следующий день Началась война И забрали всех детей в армию А их сына не забрали Нага поломал И все соседи пришли И сказали Что-то мы уже сами не понимаем Что хорошо Что плохо Непонятно Поэтому Потом мы разберемся Потом мы разберемся Причем Запомните, что Каждые семь лет Человек пересматривает Свои отношения К жизни То, что семь лет назад Человек мог считать правильно Сейчас он может считать Полностью ошибочно То, что семь лет назад Он считал полную глупость Сейчас он может считать Очень важным Замечали Поэтому Есть очень интересная Наука История Которая также Этим регулярно занимается Пересматривается Поэтому Находясь в социуме Особенно в семье Особенно в семье Мы должны знать Этот момент Очень важный момент Что есть Два способа Передачи знания Два способа Передачи знания Потому что Мы не удержимся Знания нужно передавать И мы будем его передавать Но совершается ошибка При передаче знания Какая-то ошибка Общения Первый способ Это громкая речь Громкая речь То есть нужно громко говорить Чтобы знания передать Факт Это работает Действует Но Когда этот метод Применяется Он применяется Только в одном случае Когда мы редко видимся Например Мы видимся редко Да Редко Поэтому мы пользуемся этим методом Он работает Видите Очень хорошо Но Работает ли этот метод В семье Например Громкая речь Беспорядно Сколько они повышают голос Ничего не работает Еще хуже становится Да Поэтому они работают Потому что действует Другой метод Другой метод Называется Пример Пример То есть человек должен Следовать своей истине Менять свою жизнь И его ближний человек Это оценит Оценит И сам Спросит Как это ты так Умудряешься Действовать Как это ты так Стал лучше мыслить Ты стал более удачлив Все стало у тебя лучше Он сам начинает спрашивать То есть фактически Никакие слова Вообще не произносятся Вообще не произносятся И вдруг Все начинает работать И проблема В семье Происходит именно того Что мы путаем Эти два способа Мы пытаемся Самыми ближними Действовать к речи А когда нужно Где-то действительно Доказывать свою точку зрения Мы стараемся Отсидеться Действовать Примерно Действовать Примерно Поэтому путаем Эти два способа И человек становится Очень конфликтным От того что человек Пытается что-то доказывать В самой ближней среде От этого Большинство конфликтов От этого Просто семьи распадаются Просто распадаются Что мы еще должны понять На этом плане На плане социального Аспекта Мы должны понять Что постоянно Появляется тенденция Которая описана У нас Как поиск Более зеленой травы Известная тенденция Поиск более зеленой травы Однажды Нам наскучивает Наша трава Мы пытаемся Найти другую Оказывается Нет Все равно Та же Что происходит Очень интересно У нас есть Некоторые броши Некоторые броши Которые мы сейчас Не знаем И в этом Некоторые броши У нас уже были Какие-то отношения Связи Были какие-то связи Мы были чем-то мужем Были чем-то женой Мы были какими-то Ростниками С кем-то Были какие-то связи Достаточно много Может быть Очень много И есть наша жизнь Прямая нашей жизни Есть годы Десять лет Двадцать лет Тридцать лет Сдоров Тридцать лет Что происходит Мы себя живем Спокойненько Десять лет Ничего нет Все Все Тихо Спокойно На двадцать лет Друг раз Первый Вылетел Потому что Мы встретили кого-то Говорим О Другого С первого взгляда Да И мы можем Принять решение Какое можем Принять решение После Да Мы можем Принять решение Вступить в брак Мы принимаем Решение Вступить в брак Но Разве на этом Все останавливается Нет Только тридцать лет Может вылететь Второе И тогда Что делать Есть вариант А в сорок лет Даже если мы тут Приняем какое-то решение А в сорок лет Другое И человек говорит Неужели я ошибся Он тут думает Неужели я ошибся А потом тут думает Неужели я ошибся Как же так Как это все восстановить Кто знает Через культуры Семьи на жизнь Тут принимается Обед 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 Больше не менять Одну траву На другую Не менять Потому что Их много Невозможно Никак решить Эту проблему Кроме Как взять обед Поэтому До сих пор В культуре Семейной жизни Существует обед И никак Невозможно От него отойти Иначе Не будет Вылетать И вылетать Вылетать И вылетать И чем больше Человек думает Что он ошибся Тем больше Будет вылетать Это еще не все Я еще поясню Как это происходит Более подробно Чтобы мы сейчас У человека Есть взлеты и падения Прямая жизни И есть взлеты и падения И мы видим Кого-то на взлете Успешный Красивый Молодой Все идет как надо Да Деньги большие получают Еще что-то Мы видим кого-то на взлете И что делаем Влюбляемся В этого человека Да Влюбляемся Такой успешный Красивый Хороший Да Все деньги есть Замечательно Здорово Влюбились На взлете Все Создаем семью Какое-то время Все это шло Радостный этот взлет Потому что на взлете Все было хорошо А потом что начинается Один Перестают деньги платить Еще что-то Десятые Какие-то Крисы пришли И мы думаем Что же такое Говорила мне мама Неужели я ошибся И в этот момент Когда тут падение Рядом появляется тот Кто где находится На взлете И мы думаем Вот Вот нормальный человек Вот у него все нормально У него и деньги все нормально И то И тут он разобрался Вот нормальный человек И мы говорим Так Меняем эту трубу на эту Здесь Меняем сюда Поэтому что происходит То же самое Через некоторое время Здесь происходит нападение Тут уже пошел взлет И поэтому очень часто Человек возвращается К предыдущему партнеру Готов него что нормально Замечательно Все здорово И так Человек может бегать С этих взлетов И падений Туда сюда Пока ему не наскучат Иногда человеку долго Это не наскучивает Вот в чем проблема Вот это понятно С ним? Как действует Очень просто Очень просто Можно увидеть Как это происходит в жизни Вы эти зарисовочки Можете видеть каждый день А сплошь и рядом Это происходит Все видели Эту ситуацию? Да? Все мы знакомы? Мы знакомы Достаточно традиционная ситуация И печальная Сейчас просто схемки Потом будем разбираться И наконец В социальном аспекте Находится момент призвания То есть человек должен заниматься Своим делом Мы говорили Что быть здоровым Что получить нужную сумму Человек должен заниматься своим делом Давайте посмотрим Как это происходит Как определить Что мы занимаемся своим делом? Кто знает? Удовлетворение Удовлетворение Бескорыстность Удовлетворение Бескорыстность Бескорыстность Да Бескорыстность Да Удовлетворение Может быть проблема Потому что Не обязательно Удовлетворение Приходит Если мы занимаемся Своим делом Любое дело Несет в себе Позитивные и негативные аспекты любовь. Поэтому время-тремени удовлетворения не будет. Близко, да. Очень много хороших характеристик. Конечно же, бескорыстность. То есть мы готовы это делать не за деньги, факт. Готовы это делать не за деньги. Но есть хорошие психологические признаки. Например, такой признак, что бы мы ни делали, мы думаем о завершении этого предприятия. Как это все закончится. Поэтому я напомню об этом психологическом признаке. Очень простом. Человек ожидает конца и он ждет. Четыре часа осталось, три часа осталось, два часа осталось, час осталось, полчаса осталось домой. И убегает. Он ждет конца рабочего дня. То есть он ожидает, тогда это все закончится. Но есть другое ожидание. То же самое. Четыре часа осталось, три часа осталось, два часа осталось, час осталось. Неужели это все закончится? То есть человек ожидает с жалостью, что это все закончится это один из главных признаков что это наше дело когда нам жаль что это все закончится всего 4 часа осталось всего 3 всего как же так всего 5 минут осталось как же дальше жить это близкий признак очень близкий признак и мы должны понять так же следующий момент я тоже напомню мне это уже раньше объяснял все равно чтобы дальше пойти есть элемент призвания элемент призвания этот элемент призвания состоит в том что нам кажется что у каждого должна быть своя работа что каждый должен работать на своей работе есть такая идея и поэтому я напомню что не важно на какой работе работает человек не важно где важно что важно как вот как определяет призвание нигде когда человек пытается определить свое призвание по астрологам ходит по хиромантам по нумерологам и пытается определить где где это неправильный вопрос так где везде где угодно никакой проблем нет приведем пример очень простой я уже приводил но помню очень простые примеры например есть 4 типа сознания чтобы нам сразу все пройти первый тип сознания учителя он учит всех ему все равно получите где и все равно чему учить он быстро выучит и потом все это расскажет кто кстати знает определение учителя и ученика сейчас учимся кто знает кто такой ученик сознание ученика как определяется ученик это тот кто всех считает своим учителем очень простое он все считают своим учителем если он кого-то не считает своим учителем значит это еще не сознание ученика а кто такой учитель а тот который об этом не забыл что нужно всех считать своим учителем очень интересно есть учитель то есть он всех учит ему все равно есть руководитель он реально руководит с руками водит туда-сюда ему все равно чем руководить и кем руководить он может быть там аминистром рыбной промышленности потом уже стать министром дерево обрабатывающей какую-нибудь ему все равно абсолютно как метод руководства везде одинаково не важно чем вы руководите метод один и тот же абсолютно один и тот же и можно даже не знать предмет абсолютно руководить можно прекрасно третий торговец да торговец человеку все равно что продавать лишь другого прибыль и он пытается сделать эту разницу между массе а себестоимостью и ценой продажу поэтому если у него есть хорошая выгода он все продаст он рубашку себе продаст не становится и четвертое служащий да служащий и служащий хочет чтобы не было большой ответственности чтобы мы вовремя потеряли зарплату и был хороший отпуск да то есть как можно меньше ответственности и кажется что вроде бы каждый должен стоять на своем месте вроде бы каждый должен быть или учителем или руководителем или торговцем или служащим но мы вернемся к предыдущему утверждению да человек может на любой работе по любому направлению осуществлять свое призвание быть учителем руководителем торговцем или служащим да давайте вспомним этот классический пример кто из этих четырех может руководить выкапыванием яму да помните да все только учитель будет как руководить он будет учить как эти ямы правильно выкапывать расскажет все виды ям но руководитель всех посчитает разделит скажет ну кому их это копать то есть просто прикажет торговец что сделает да будет мотивировать на зарплаты говорит если выкапаете вовремя то будет приз если не выкапаете то будет штаб или служащий чтобы делать да правильно покажет сам то есть эти вещи мы уже проходили просто вспомним примерно потому что мы будем об этом говорить на дальнейших занятиях чтобы это четко сейчас вспомнилось следующий момент с этим разобрать интеллектуальный интеллектуальная часть сознания очень интересно интеллектуальная часть сознания заставляет нас развиваться человек должен чувствовать развитие мы должны чувствовать развитие каждый день для этого необходимо следующую вещь понять что день представляет из себя мини-жизнь да день это мини-жизнь то есть мы просыпаемся утром ничего не помню ничего не знаем мы проживаем полдня вспоминаем кто мы что мы бежим куда-то действуем приходит юность потом мы работаем приходит зрелость потом мы устаём приходит старость потом мы ложимся засыпаем опять все уничтожается жизнь заканчивается мини-жизнь и если мы просто проживаем эти мини-жизни как вспышки то человек просто не чувствует каждый день одно и то же обыденность да есть такое явление обыденность что это значит человек не чувствует роста обыденность роста нет просто день следующий день следующий день поэтому воспользуясь интеллектуальным аспектом мы можем что сделать соединить эти дни в единое целое я напомню как это сделать и напомню как это сделать что происходит день разделен на несколько частей есть часы тела есть часы тела часы ума и часы души часы тела это ночь когда тело должно просто отдохнуть полежать отдохнуть это понятно часы сознание часы разума часы мышления это работа потому что разум требует планирования и когда мы пытаемся наши планы осуществить мы понимаем что разума в общем то не хватает особенно потому что а планы все такие хорошие начинаешь их осуществлять что-то ничего не получается почему нет 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 не так все просто но есть еще 3 часы души где эти часы души кто знает где они находятся очень интересно это 4 часа после подъема 4 часа перед отбором 4 часа после подъема 4 часа перед отбором и в это время должен закладываться интеллектуальный аспект то есть мы просыпаемся мы проснулись и так как все начинается с нуля необходимо не с нуля начать необходимо к чему-то приобщиться сознанием нужно что-то настроить на что мы должны настроить свое сознание на уже чью-то настройку называется мудрец человек который уже настроил свое сознание поэтому мы берем этот трактат трактат мудрости читаем его чуть-чуть даже 15 минут будет достаточно мы читаем какую-то мудрость настраиваем свое сознание есть два Два способа стать мудрым, это поумнеть самому через свои ошибки, опыты и пробы, на это долго уходит времени, да? А есть второй способ, заразиться, заразиться, чуть-чуть прочитали и почувствовали, заразились, да? Есть этот эффект заражения, заразились, о, ничего себе, я тоже так понимаю. То есть мы вдруг на какую-то секунду начинаем понимать так же, как мудрец, который, так сказать, находится на достаточно высоком уровне сознания, просто почитали чуть-чуть, вдруг раз попали на уровень сознания, и что мы пытаемся делать целый день? Жить, да? По этой схеме мышления. Мы пытаемся жить, поэтому какая-то часть дел получается, а какая-то часть дел нет. Потому что мы же не такие же мудроцы. И что? Вечером, вечером мы должны переосмыслить, почему что-то получилось, а что-то нет. Поэтому мы опять в эти 4 часа вечерние берем трактат мудрости, да? И опять пытаемся понять, почему же что-то не получилось, где же я ошибся. Понимаем это все, в результате целый день у нас прошел в работе. Да? Называется, человек был сконцентрирован на росте. Растущий человек. Он жил по какой-то мудрости. Если эта составляющаяся, этот вектор не был задан, то все поступки в течение дня могли иметь разный вектор. Но если человек жил с какой-то идеей, с какой-то идеей, с какой-то очень простой идеей, то в результате вечером у него есть опыт. Опыт. Реальный жизненный опыт. Опыт мудрости. И вся проблема в том, что он ложится спать, да? И на утро ничего не вспоминает. И опять начинается заново. Опять все заново, опять все с нуля, опять живет еще один день. И поэтому давайте вспомним, как связать эти два дня. Да. Мы связываем через дневник, пишем его. Поэтому эти дни связываются. Эти дни связываются. Кто-то хорошо подготовился. Эти дни связываются. Получается цепь, это цепь. И мы начинаем чувствовать, что она нас вытягивает. Она нас вытягивает. И мы чувствуем рост. Начинаем расти. Очень простое явление. Чувствуем рост. То есть что происходит? Когда мы растем, то мы каждый новый день делаем один шаг. Получается лестница. Да? Получается лестница. Каждый новый день один шаг. И что в результате? У нас есть какие-то проблемы. И мы пытаемся их решить. И мы применяем какие-то способы. Носимся на уровне проблемы. Называется решать проблему на уровне ее возникновения. И это сравнивается с лабиринтом. Мы ходим-ходим и непонятно куда свернуть. На лево свернуть. На право свернуть. Где я был. Куда я иду. Человек попадает в одно и то же место. Но! Если мы просто связываем свою жизнь в лестницу. То есть получается лестница. То что происходит через несколько шагов? Мы поднимаемся над лабиринтом. И над лабиринтом очень легко увидеть, как из него выйти. Да? Как вот в газете продается. В лабиринтике. Карандашиком легко проводится. Выход. Как выйти? Очень легко. Но если мы находимся в лабиринте, невозможно понять куда идти. Поэтому достаточно всего несколько дней развития, чтобы проблему увидеть, как ее решать. Чтобы увидеть, как решать свою собственную проблему. Если мы находимся на уровне проблемы, то дается сравнение, как будто человек своими силами пытается выбраться из болот. Своими силами. Поэтому чем больше он дергается, тем больше его засасывает. Тем хуже только происходит. Но всего лишь несколько шагов вверх. И он сам видит решение своей проблемы. Причем легко видит. Это дает большое вдохновение на развитие. Когда мы сами видим решение своей проблемы, очень хочется жить. Очень хочется жить. Сразу энтузиазм. Сразу хочется другим помогать. Себе помогать. Сразу хочется проблемы решать. Мы чувствуем жизнь. Человек чувствует жизнь. Он становится радостным и счастливым. Просто от того, что он понял схему. Как решаются проблемы. Очень просто. Интересно. Да? Также мы должны понять, как происходит это развитие. В чем принцип? Принцип очень простой. Принцип в том, что в каждой ситуации есть некоторый выбор. Мы получаем какое-то знание. Получаем, получаем. Приходит время выбора. Приходит время выбора. Если мы делаем выбор правильный, то мы идем вверх дальше. Да? Например. Помните? Это тоже классический пример. Мы идем по улице. Да? И что-то происходит. Мы что-то видим. Мы говорили об этом. Что если мы что-то видим, то значит это входит в зону нашего опыта. Мы должны получить этого опыта. Поэтому мы видим ту самую бабушку, которая рассыпает яблоки. Да? Вы видели здесь? И мы можем просто пройти мимо. Мы можем закрыть глаза. Не обращать на это внимание. И пройти мимо. Но в результате что? В результате что? Куда мы поворачиваем? Мы вниз поворачиваем. Да. Никак не применили свой опыт. Никак не применили свое знание. Поэтому, а вновь и вновь будем крутиться здесь. Но если мы свой опыт применяем. И говорим так, я должен действовать. Я должен что-то сделать. Я должен взять и помочь. Я должен что-то сделать. И действительно. Как-то все-таки мое сознание должно измениться. Я иду на следующий опыт. И тогда мы встречаем со следующей бабушкой. Да? Да? Деда. А? Деда. Две бабушки. Один дедушка. Включается. Мы опять здесь. Покуртимся. И так человек развивается. Туда-сюда. 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 И в чем этот выбор? Выбор очень простой. Да? Выбор очень простой. Каков вектор моего сознания здесь? Или вектор моего сознания забота. Или вектор моего сознания эксплуатации. Если я забочусь в любой ситуации, в которую бы я не попал, я понимаю, что эта ситуация дана, чтобы я больше научился заботиться, чтобы я научился это делать лучше, то тогда я прохожу это испытание. Если я пытаюсь как-то эту ситуацию эксплуатировать, тогда меня сюда заносит. Очень просто. Очень просто. Ну точно так же происходит, кстати, с развитием отношений в плане накопления средств. Когда человек начинает действовать грамотно, а какое-то знание получает, 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 получает. Уже дайте, у него есть какая-то сумма, которая приводит к чему? Большая сумма денег к чему приводит? Да. Гордость. 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 А поэтому что нужно сделать с этой суммой? Поделиться. Да, нужно ей поделиться. Поделиться ее нужно. Поделиться. Поделиться. Если человек не поделился, а сжадничал, он скатывается сюда. Скатывается. Если он смог это сделать, он ведет на следующий итог развития. Есть другая схема. Не знаю ли словами или нет. Другая схема. Проводились интересные исследования с большими компаниями. Они проводились с одной только целью. Понять, как происходит переход через маркетинговый потолок. Каждая компания развивается какое-то время и потом стабилизируется. И нужно все силы оприкладывать, чтобы поддерживать этот маркетинговый потолок. Потому что ничего сделать невозможно. Только поддержим. Через голову не прыгнешь. Но некоторые компании переходили. Раз и на следующий уровень. На следующий уровень. Как они переходили через это, кто знает? Через большое уважение. Большое уважение. Большое бескорыстное уважение. Какое-то доброе дело. Переходили. Маркетинговый потолок очень просто. Достаточно это понимать, чтобы баланс не соблюдался на интеллектуальном уровне. Очень простая вещь. Простая вещь. И, конечно же, четвертый аспект. Духовный аспект. Духовный аспект. Духовный аспект. Духовный аспект. Духовный аспект. Когда мы понимаем, что главное – это отношения. Мы уже говорили об этом. Отношения – это главное. Поэтому будем говорить, как это в семье развивается. В чем принцип. И есть отношения с тремя. В трех направлениях. Скажем правильнее. Это отношения с природой. Со всем миром. Мир природы. Отношения с животными. Давайте вспомним точно. Чтобы нам уже весь базис быстренько пройти. Отношения с природой. Отношения с животными. С природой. С животными. С человеком. И естественным. Да? И мы говорим о том, что человек должен навести хорошие отношения на книге этих трех направлениях. Если где-то у него только одни отношения хорошие, другие – нет. Называется ложный троцинентализм. Ложный троцинентализм. То есть человек просто «негармоничен». И поэтому кто-то страдает от его действий. Кто-то от его действий страдает. Есть то его развитие хромает. Нужно навести хорошие отношения на всяких эти трех направлениях. И высота нашего мышления, если мы говорим о духовном развитии, проверяется тем, как мы себя ведем в реальной ситуации в жизни, в простой, в маленькой реальной ситуации в жизни. Поэтому тут также мы находим ловушку, ловушку больших идей. Когда у человека много идей, он ждет эту большую идею, он думает, придет ко мне большая идея, и я ее осуществлю, и стану великим, знаменитым, и тут-то я полностью выложусь на все 100%. Но нет, жизнь состоит из множества маленьких дел, когда мы принимаем и принимаем правильное решение в каждом маленьком деле. За день может быть 300-400, в маленьких-маленьких ситуациях. И в каждой из этих маленьких ситуаций мы должны правильно себя применить, мы должны сделать правильный выбор, мы должны поступить добро, мы должны поступить мягко. В семье столько ситуаций, за один день может быть столько ситуаций, но мы ждем чего-то большого, мы ждем какого-то там выходного, чтобы вот тогда сделать что-то приятное для всей своей семьи. А в течение недели маленькая-маленькая неприятность, неприятность, неприятность. Поэтому жизнь складывается не из больших дел. Жизнь складывается из ежедневных, маленьких, позитивных дел, которые нужно осуществлять на основе позитивного видения. Чем отличается материальное видение, а духовное, если мы говорим о духовном развитии? На материальном уровне человек видит, что у него есть родители, мама и папа, бабушки и дедушки. Он видит, что у него есть братья и сестры, равные с ним, одногодкие. И он видит, что у него есть дети. Что на духовном уровне происходит, как вы думаете? Какой эффект? Перестает ли он это видеть? Расширяет. Да, он расширяет это видение. И поэтому ко всем старшим он относится как к отцу и матери. Всех старших он так воспринимает. Всех равных он воспринимает как брата и сестер. И всех младших он воспринимает как своих детей. Вот так появляется духовное видение. То есть он весь мир воспринимает как свой семью. Поэтому появляются такие слова, как брат, сестра. Обычно в духовных организациях эти слова применяют. Сознание расширяется. Сознание расширяется. То есть человек воспринимает целый мир. И здесь есть два состояния сердца. Это жесткое сердце и мягкое сердце. Давайте тоже вспомним. Мягкое сердце, когда мы старшим помогаем. Когда мы старших уважаем. А когда мы с равными дружим. Дружим и обмениваемся идеями. И помогаем друг другу. И когда у младших мы заботимся. Это мягкое сердце. А жесткое сердце, когда старше, мы завидуем. Завидуем. Когда с равными мы соревнуемся, кто лучше. Полкаемся локтями. А младших мы просто эксплуатируем. В общем-то вот это разница между состоянием мягкого сердца и состоянием жесткого сердца. Это мы тоже уже проходили. Что мы также должны понять, что в духовной жизни человека присутствует некоторое общение с истиной. Поэтому я пару слов скажу о том, что духовная жизнь несет в себе некоторое обращение к истине. Поэтому в разных традициях это носит элемент молитвенной практики. И чтобы это была действительно духовная жизнь. Потому что не всегда человек берет какую-то молитвенную практику. И не всегда он достигает эффекта. Не всегда он достигает нужного результата. И не чувствует вообще никакой духовной жизни. Это многим интересно. Но никто не может сразу почувствовать по одной простой системе. А он совершает ошибку. Глобальную ошибку. То есть есть некоторое правило в молитве. Очень простое правило. Это даже не духовное правило. Это культурное правило. Культурное правило. Человек должен в своей молитве выражать благодарность за то, что уже есть. А не требовать того, чего нет. Если он требует того, чего нет. Значит он с великим трудом испытает действительно духовный рост. Но если он выражает благодарность за то, что уже есть, значит он может очень быстро подняться на духовный высот. Очень быстро. Он понимает, что все, что уже у него есть, это подготовлено рукой сверху. Его развитие уже подготовлено. Он все это оценивает как действительно позитивное. Позитивное. И действительно благодарен за это. Поэтому духовная жизнь это некоторая переоценка своего прошлого. Мы видим как все, что происходило в нашей жизни, способствует нашему развитию. Как оно все дает нам по-настоящему развиваться. Поэтому грамотный человек должен в этих четырех направлениях навести баланс. А что такое семья? Семья это два таких человека. Им нужно вдвоем наводить этот баланс. Это минимум два. А если это еще родители четверо, дети трое, то это достаточно интересная задача. Поэтому как это сделать, мы будем говорить. Вот по этой части сейчас не задайте вопрос, а чтобы мы уже пошли к семье. Да, вот пока вы как раз будут задавать вопрос, вы смеете. Спасибо. Вот по этой части. По вступителям. Да. А как понять, вы рисовали схему по гиперактивности. Как понять, это действительно по гиперактивности или это естественная природа? Да, если теряется здоровье и отношение, то это гиперактивность. Это признак. Обычно так и происходит. Обычно очень тяжело себя человек чувствует. После этого он должен потом отдыхать два месяца, как минимум. У него теряются отношения, от него там уходит жена или еще что-то. Его дети разбегаются. Есть такой закон в отношениях, что должна быть некоторая близость. Должна быть некоторая близость, так как есть точка невозвращения. В точке невозвращения, когда мы долго не видим друг друга, то может появиться ощущение, что зачем вообще все это нужно. Чувства могут ослабляться настолько, что мы больше не увидим вообще нужности в этих отношениях. Это очень часто происходит. Но когда мы были вместе, нам это казалось нужным. Но когда долгое время мы находимся, так сказать, в разных местах этого мира, может оказаться, что никакого, в общем-то, и смысла, то не было вместе находиться. Называется точка невозвращения. Она проявляется примерно так, как описывается. Когда разлука длится месяц, это опасная ситуация. Когда два месяца, это очень опасная, когда три месяца, это смертельная ситуация. То есть может появиться точка невозвращения. У человека может появиться идея, у любого члена семьи может появиться идея, что, в принципе, в общем-то, никакой большой пользы-то нет. Вот совместная жизнь. Поэтому семьи так распадаются. Очень легко распадаются. Поэтому нужно быть очень аккуратным, так как человек может заработать много денег, но потратить их уже будет не на кого. Потому что или семья распадется, или просто уже отношения будут другими. И отношения всегда ухудшаются. Отношения так устроены, что они всегда ухудшаются. Если мы просто ничего не делаем, отношения ухудшаются. Если мы просто не звоним своим родителям, они обижаются. Мы ничего плохого не делаем, просто не звоним. Ничего не делаем. И отношения ухудшаются. Это нужно постоянно привыкать усилия, чтобы они улучшались. Но если человек уезжает куда-то далеко, как он может пробовать усиливать? Поэтому очень часто с ними распадаются, очень часто. Большие проблемы. Есть целые города, где эта проблема, так сказать. Присутствуют портовые города, может быть большая проблема. Поэтому в основном это портящиеся отношения и портящиеся здоровья. А потом обычно легко это понять, что деньги сразу же израсходуются, там за один день почти улетают. Один день, один день. А вот сдерживание эмоций, оно позитивное. Тоже где вот эта граница, чтобы не быть без эмоций? Человек должен быть благодарен, если это позитивно приходит от кого-то. И он должен быть очень благодарен. Но если оно приходит не от конкретной личности, то человек не должен, так сказать, слишком высоко подпрыгивать от родственников. Если, например, вам деньги возвращает ваш друг, то это в принципе радость. Вы очень благодарите и говорите, спасибо. Так здорово. Но если это вам просто по почте пришел какой-то перевод, то не стоит слишком проявлять свою радость. Представьте, что вы приходите на почту и кричите «Ура! Я выиграл! Победил! Здорово!» То есть это даже не очень культурно. То есть культура учит этому сдерживать чувства. Культура – это рамки. То есть мы сдерживаем чувства. Да вы заметили? Мы сдерживаем чувства. Так как мы находимся в культурной атмосфере, мы сдерживаем чувства. Это дает возможность также сдержать чувство горя, недовольства, ненависти, когда придет негативная ситуация. Поэтому да, человек, если это приходит от другой личности, он очень благодарит. Причем закон благодарности интересный. Благодарности должно быть больше. Больше, чем то дело, которое делает для нас человек. Например, если кто-то просто для нас что-то сделал такое, скажем, не материальное, то мы должны минимум 7 раз его поблагодарить. 7 раз. То есть благодарности должно быть 7 раз больше. Если благодарности мало, то человек не испытывает вот этой радости от того, что он для нас что-то сделал. Ну, по-разному, да, уже как это сказать. Уже как культура позволяет. Но сам принцип, где должно быть много благодарности. Намного больше благодарности должно быть. А если это, так сказать, равное, баланс, если мы пытаемся баланс в благодарности соблюсти, то, скорее всего, наши отношения будут разрушаться. Человек почувствует, что это никому не надо. Какой смысл, я делаю, это никому не надо. Ну, сказали один раз спасибо. Спасибо. Нет. Должна достаточно долго выражаться благодарность. А ведь бескорыстность здесь? Это как? А при чем тут? Мы же благодарим. А он это должен быть. Да. Это как раз наша бескорыстность. Если мы даем ровно столько же, то это некоторые, так сказать, вот это и есть некоторая корыстность. А бескорыстность выражается в том, что мы больше даем в ответ. Бескорыстность. Больше. Не меньше, а больше. Вот это и есть бескорыстность. В общем-то на этом и появляется вот этот синдром дружбы. Дружба очень интересное явление. Дружба это когда два человека, а хотят друг другу в ответ делать больше. 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 Вот это дружба. И тогда нечто вспыхивает между двумя людьми. Он мне сделал больше в ответ, я ему хочу сделать больше, чем он мне сделал. А тот хочет сделать мне больше, чем я ему сделал, я ему. Начинается дружба. Очень редко ее время. Очень редко ее время. Потому что невыгодно. Вообще слова дружба и любовь очень невыгодны слова в современном мире. Мы будем говорить об этом. Потому что сейчас все очень практично. Вы заметили? Очень практично. Но дружба и любовь не практичны. Почему? А давать надо больше, чем получаешь. Уже на уровне дружбы, а давать надо больше, чем получаешь. Поэтому дружба вообще не практична. Факт? А сейчас то, что не практична, глупостью считается. Да? Сейчас если вы что-то не за те деньги купили, и это приходите домой, то вас сначала спрашивают, за сколько купил? Вы говорите, за столько. За столько! В соседнем же магазине в два раза дешевле. Это считается так непрактично, это глупо. Все говорят, о глупец, в два раза дороже купил. Но это и есть дружба. Дружба это давать в два раза больше, чем получил. Вообще не практична. Вообще не практична. А любовь ее вообще вообще нет. Вообще никакой вообще практичности нет. Поэтому это выходит в общем-то за рамки логики. Дружба и любовь выходят за рамки логики. Сегодня мы о логике говорим. Некоторые логические вещи дай я рассказал. Чтобы подготовиться. Завтра мы выйдем за рамки логики. Потому что будем говорить о бескорыстии. Это вообще не логичная вещь. Вообще не логичная вещь. Как это? Логика это должна быть какая-то выгода. А когда наоборот. У тебя все берут и ты еще довольный от этого становишься. Какая же здесь логика? Никакая логика. Это очень странно являетесь. Сумасшествие. 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 Или еще говорят подвижничество. Подвижничество. Как когда человек встает на дорогу любви и дружбы. Его называют подвижником. Почему? Потому что непонятные вещи совершают. Поэтому его называют подвижником. Подвиг совершают. Вдруг он начинает отдавать больше. И больше. И больше. Но происходит чудо. Он не получает в ответ меньше. Потому что обязательно находится другой. Который тоже отдает ему возврат. Еще больше. Ну это так просто не поймешь. Об этом будем говорить. Очень интересно. Еще вот по этой части. Там мы сегодня все схемки записали. Которые будут в течение семинара встречаться. А можно сочнить по поводу гиперактивности. А если человек уберет. Что как раз отсутствие денег семья распознается. Это что иллюзия? Мы не говорим об отсутствии денег. Ну в смысле. Какого-то уровня там. Да. Интересная вещь. Интересная вещь. Сейчас можно это затронуть немного. Есть интересное явление. Интересное явление. Сейчас скажу. Расскажу сейчас одну вещь. Хотя она не из этого семинара. Но расскажу. Называется ловушка актуализации. Актуализации. Ловушка актуализации. Как только мы считаем для себя что-то очень важное. Как только. Оно ровно настолько же для нас становится труднодостижимым. Понимаете. Понимаете. Как только мы считаем что счастье в семье без денег невозможно. То тут же и счастье и деньги становятся труднодостижимыми. Понимаете. Если мы считаем что мы будем вместе счастливыми и без денег вообще. Пусть их даже не будет и мы будем все в долгах. То тут же эта проблема снимается вообще раз и навсегда. Понимаете. Я сейчас больше расскажу. Потому что это достаточно распространенное явление. Мало кто об этом говорит. Это некоторый бизнес секрет. Это из семинара по бизнесу. Мы вообще хотим семинар тут еще по бизнесу провести. Как стать богатым очень быстро. И не умереть. Потому что я вам открою секрет. Можно стать богатым за один день сразу же. Но проблема в том что вечером можно умереть. Поэтому нет проблемы как стать богатым. Я вам открою тайм. Нет проблемы. Есть проблема как остаться живым. Став богатым. Поверьте мне. С этого начинаются все настоящие трактаты по богатству. Они начинаются с этой фразы. Главное не как стать богатым. Главное как остаться живым. После того как ты стал богатым. Это очень интересно. Так вот. Это похоже на смещение центра тяжести. Если мы возьмем сейчас центр тяжести. Актуализация. Есть груз. Есть яд. Есть центр тяжести. И мы можем этот груз вроде бы поднимать. Но если мы его смещаем себе. Я без этого не могу. Я без этого не могу. То что становится? Очень трудно поднимать груз. А если мы смещаем туда. Что я в принципе спокойно переживу без этого груза. То мы можем вообще очень тяжелым груз поднимать. Это называется смещение точки актуализации. Понимаете? Поэтому человек может легко выходить из самых трудных ситуаций. И самых трудных. Если он считает что и без этого он может спокойно любить другого человека. Уважать его. И все будет нормально. Все будет нормально и хорошо. Очень просто. Поэтому один из способов. Например стать процветающим. Самый простой способ. Теперь скажите мне какой? Не думать по этому вообще. Перестать считать процветание условием своего счастья. Перестать считать процветание условием своего счастья. Если мы думаем что без этого невозможно быть счастливым и все. Это будет проблема все. И в деньгах будет проблема и в счастье. Но если мы это не считаем условием своего счастья. СМИ умрают в шалаше. Помните да? Эту старую идею. Непонятую. Но она имеет под собой именно вот эту идею актуализации. то сразу все становится очень легким. Поэтому в этом плане есть два состояния сознания. Первое состояние сознания это бегать за деньгами. Бегать за деньгами. Деньги имеют женскую природу. Но что делает женщина, если за ней вдруг кто-то начинает гнаться? Да, она снимает ботинки и быстро убегает. Она бежит очень быстро. Очень страшно, когда кто-то за вами бежит. И поэтому они начинают убегать, в страхе разбегаться. Поэтому есть другое состояние сознания. Нужно жить так, чтобы деньгам стало интересно потратиться через наши руки. Интересно, да? Чтобы женщине мы стали интересны. Чтобы мы для нее стали интересны богатствами. Женскую природу. Чтобы им стало интересно нашли деньги, чтобы они нас упрашивали, чтобы мы их потратили. Интересное состояние сознания. И поэтому уже от них нужно убегать. У этих уже не кожут, куда мне столько, зачем. Я столько не потрачу. Он начинает от них убегать. Поэтому этот мир состоит из двух направлений. Одни бегают, другие убегают, одни бегают, другие убегают. Уже где кому нравится находиться. Но два абсолютно противоположных состояния. Для этого нужно быть удовлетворенным. Есть такое понятие удовлетворенности. Вот то, о чём мы сейчас говорили, да? Удовлетворенность. Когда человек все эти четыре состояния личности развивает, гармонично, становится удовлетворенным. Но! Сейчас в обществе удовлетворенность невыгодна. Опять таки. Почему невыгодна? Удовлетворенный человек что не будет делать? Покупать ничего не будет. Удовлетворенный человек ничего не будет покупать. Поэтому всё из-за всех силы делается так, чтобы человек был неудовлетворённым. Ему говорят, зачем ты купил себе этот бритвенный станок, ты не можешь быть удовлетворенным с этим бритвенным станком, только с новым бритвенным станком ты будешь удовлетворенным, только он может тебе часто привезти, а с тем нет, забудь о нем, выкинь, вообще такая ерунда. То есть человек постоянно вводит в состояние неудовлетворенности. Есть тоже такая ловушка, называется крокодил, знаете, ловушка, когда человек хочет что-то себе купить, и у него есть свои желания, чтобы себе что-то купить, свои врожденные желания, и его денег должно хватить на свои желания, потому что на свои желания денег должно хватить. Но происходит некоторая ловушка. Ему внушают, что у него другие желания. Что это такое? Реклама. Ему внушают, навязанные желания называются. И человек пытается их осуществлять, вдруг денег не хватает почему-то. Почему? Не его желания, не его, они навязанные. Это все равно, что вы себе хотите купить, например, идете, думаете, я вот живу, один надо кого-то еще, я себе куплю попугайчиков. Ну, эти маленькие, нормально будет, перетравят меня. И вдруг вам вдруг говорят, сейчас попугайчики не модно, крокодилы сейчас в море. Большой, зеленый, настоящий крокодил, вот это круто, да, крокодил. И вы тут действительно крокодил, че какой-то попугайчик. Берете, тратите огромные деньги, покупаете крокодила, оказывается, что? Живет он в ванне, кушает много, да, и вообще с ним жить невозможно, то есть, все. Оказывается, крокодил, крокодил. И вот так человек себе покупает какие-то вещи, очень часто он, все покупают вместо попугайчика крокодила. Я часто рассказываю эту ситуацию, сейчас очень часто встречаются. А кому-то входишь в квартиру, дома стоит большой телевизор, и в этой комнате его неоткуда посмотреть. Нужно из другой комнаты смотреть. Нужно так ставить, чтобы в дверь было видно, и тут же смотреть. Ну, что в этой комнате глаза не сходятся, не видно ничего. Крокодилы, прямо видно, крокодилы стоят, то есть, не свои желания. Человек исполняет не свои желания. А поэтому вот они в Америке проводят эту идею, вот, ну, неделя без телевизора. Потому что вдруг оказывается, что какие-то вещи, в общем-то, не так актуальны, как и зло. Оказывается, что есть книги, и оказывается, их можно читать, и оказывается, от этого глаза не борят, знаете? Понимаете? Все еще помнят, что от чтения книг не так борят глаза, как от компьютера, знаете? Очень, очень интересное время. Их приятно читать глазами. И там, оказывается, умные вещи пишут, и она захватывает, и оказывается, ночь можно прочитать целую книгу за ночь. Помните? А кто последний раз книгу за ночь прочитал? Ого! Помните? То есть это есть, и люди, и люди видят, что есть альтернативные, в общем-то, источники счастья. Альтернативные источники счастья. Но человеку говорят, нет, только быстрый интернет, однозначно. Зачем тебе медленный, быстрый? Так ты будешь медленно, а так быстро. А то ты был не удовлетворенным, теперь будешь более удовлетворенным. А в результате человек теряет все. Здоровье теряет, время теряет, ночь теряет. Да? Ночь теряет. Самое дешевое время делают ночью, самое дорогое днем. Чтобы дети обязательно ночью сидели за компьютером. Нужно делать самое дешевое время самым полезным. То есть чтобы днем было дешевое время. Чтобы ночью было дорогое, ну когда вредно. То есть вредное должно быть дорогим. Правильно? Вообще-то. Но это не логика этого мира. Какое-то вредное должно быть дорогим. Сейчас вредное дешевое, он должен быть самым дешевым. Очень интересные игры. Вот в этом разобрались. Поэтому я на эту тему еще историю одну вспомнил. Однажды один учитель сидел в медитации на берегу реки. К нему подошел ученик и положил к его стопам две большие жемчужины, которые он нашел. Очень дорогие. И учитель взял одну из них и выронил случайно. Она упала в реку. И ученик расстроился, стал нырять, искать эту жемчужину. Как же так такая дорогая жемчужина? Искал целый час, потом вымернул. И закричал на учителя. Ну куда, куда ты кинул эту жемчужину? Ты наверно видел, куда она упала? Учитель сказал, да, видео взял жемчужину, кинул. Сказал, вон туда. То есть, на чем мы актуализированы? Как только мы на чем-то сактуализированы, все, тут же это становится для нас проблемой. Поэтому нужно ко всему относиться ровно, мы говорили. Ровно. Вот это ровное отношение ко всему, ровное отношение ко всему, просто запомнить, когда человек, так сказать, не сильно обрадован, если к нему приходит радость, и не сильно огорчен, если к нему приходит неприятность, называется дыхира. Это состояние сознания, когда человек способен, так сказать, не выходить из равновесия, чтобы не происходило. Естественно, он на это реагирует, но он не выходит из равновесия. Мы видим, что это происходит, да, это происходит, но понимаем, что, в общем-то, Жизнь неизбежна, есть полосы, черная полоса, белая полоса. Да? Дехида. Дехида. Угу. Чего произойдите по этим схемам? Задайте мне, потому что дальше мы будем уже идти от них отталкиваясь. Я все основные сейчас перечислю. Все, что вызвало сомнения, задавайте мне, спросите сейчас. Ну что, чтобы потом уже не озвучиться. Ага. А вот философский дневник, он к философии непосредственно должен быть отношение какое-то, или там может быть более практичные вещи, кстати? Мы должны описать то, как то знание, которое мы получили утром, сработало в течение дня, и как оно не сработало, и почему. Если это просто на заметке, что я шел по улице, и там не было света, а потом свет дали, когда я подошел к степени улицы. Интересно, к чему это все? Наверное, в этом есть какой-то смысл. То, конечно, в этом толку никакого нет. Как мы говорили, все должно начаться с этих 4 часов утра. Не с 4 часов утра, а с 4 часов после того, как человек проснулся. Вот, то есть он должен себе задать вектор. То есть, кто такой мудрец? Хорошо, вернемся к мудрости. Очень интересно. Итак, есть 2 периода жизни. Первый период жизни – это внешняя активность. Когда мы должны дерево посадить, колодец вырыть, ребенка родить семью, создать и так далее, да? То есть какая-то внешняя активность, там, ага, что еще? Написать книгу, да, и так далее. В общем, внешняя активность. Но! Есть также вторая часть жизни. Что это такое? Внутренняя активность. Когда мы должны развить качество. Да? Качество. И тут происходит выбор. Происходит выбор. Мы можем пойти по этому пути, по внутреннему развитию качества. Можем не пойти. Подумать, нет, я не сдамся. Я буду делать пластические операции. Я буду заниматься йогой. Я буду делать что-то еще, только чтобы не постареть. Только чтобы дальше продолжать свою внешнюю активность. Но старость неумолима. И в старости сил становится меньше. И эти силы в старости предназначены на внутреннюю активность. На развитие сознания, да? И поэтому, если человек не развивает свою внутреннюю активность, а из-за всех сил пытается действовать внешним образом, то вся сила на поддержание ее внешней деятельности откуда уходит? Из мозгу. Из сознания. Понимаете? Так как старость не предназначена для физической активности. Да, все это заметили? Еще не все. Но все равно. Скоро заметили. Так как старость не предназначена для активной физической нагрузки, а человек пытается все равно с этим бороться, то все силы берутся из умственной активности. Но которая должна в старости включиться. Понимаете? К старости включиться. А сейчас старость это 35 лет уже почти. Понимаете? И смотрите. В этом случае его все силы уходят из мозгов, из его сознания. И что с ним происходит? Что происходит с его сознанием? Слабие. Оно деградирует. Маразм и так далее. Деградирует. И в результате он становится кем? Стариком, да? Старик. Старик, да? Старик. Очень просто. А разве кому-то сейчас нужен? В социуме старик не нужен. Поэтому общество не хочет поддерживать старость. Потому что сознание деградирует. Никто не хочет поддерживать. Но есть другой путь. Когда вот внешняя активность у человека переходит к внутренней. И развивает свои качества. И тогда все происходит как надо. И его сознание что начинает? Развиваться. Он мудреет. Мудреет. То есть он способен видеть решение сложных проблем, да? Его сознание развивается. Утончается. И кем его уже называют? Не стариком, а на том же корне? На том же корне. Старец. 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 Поэтому есть два пути. Стать стариком или старцем. Стать стариком или старцем. Поэтому человек должен вовремя почувствовать, что пора переключаться с внешнего на внутреннего. Не значит что совсем оставить. А внешне. Значит что? Находить баланс. Переключаться в сторону внутреннего развития. Однажды тело вообще откажет. И у человека будет только внутреннее развитие. Но там уже должно что-то быть. Что-то быть. Но внутри должна быть жизнь. Это очень легко проверяется. Просто дома все выключите и все из своей комнаты вынесите. Просто пустая комната. И сядьте в ней. И просто посидите. И посмотрите, что произойдет через час или через два. Если начнете сходить с ума, значит внутренней жизни нет. А если будет очень интересно, значит есть внутреннее жилье. Я иногда иду вечером после лекции и в каком городе гасят свет, но во всем районе. А знаете какой звук раздается? Стон. Нет. Люди не знают, что делать без электричества. Что делать без электричества? Как жить? Ничего нет. Что теперь делать? Всем скучно. Вот купить начинают. Как оголчевать. Понимаете? То есть должна быть внутренняя жизнь, причем достаточно серьезная. Это не сумасшествие. А это развитие качества. Поэтому в Венах объясняется, что у человека должно быть особое ожерелье, которое должно состоять из больших жемчужин. И каждая жемчужина это высказывание великого мудреца. И человек должен помнить высказывание великих мудрецов. И тогда, если он носит на шее это ожерелье из этих жемчужин, он становится действительно богатым. Это богатство. Богатство это помнить высказывание великих мудрецов. И тогда ему есть о чем подумать. Даже если ничего нет вокруг. Ничего нет вокруг. Это только ему помогает. Ничего нет, как хорошо. Теперь можно подумать нормально. То есть, человек развивающийся должен радоваться, но когда у него дома что-то отказывается. Как хорошо это сломалось. Теперь он спокойно о чем-то подумает. То есть, человек должен упрощать свою жизнь. Особенно к стадости. Вот это понятная схемка. Очень простая схемка. Но очень актуальная. Очень актуальная схемка. Очень актуальная. Потому что для мужчины срок жизни 52 с половиной года. Значит, фактически середина уже после 26 лет уже середины. Не так-то много. Угу. Еще, пожалуйста, опросики по этой части. Все задайте. До скольки начинаем? Кто скажет? До 19-30, да? До 20-30. До 20-30. Да. До 20-30. До 20-30. Так, если мы будем говорить о воспитании, да, то сам процесс развития человека неконфликтного очень интересен и закладывается, в общем-то, намного раньше рождения человека. Намного раньше рождения. Поэтому есть две системы воспитания. Первая система это перинатальная, вторая постнатальная система. Конечно же, Восток относится к перинатальной системе, когда еще до рождения ребенка начинается некоторое общение. Начинается некоторое общение, некоторое планирование. Потому что, в общем-то, никакие эксперименты в воспитании недопустимы. Сейчас очень много экспериментов проводится, но мы не представляем, что такое эксперименты в воспитании. Мы рискуем чужим счастьем То есть рождение ребенка Это не просто чистый лист бумаги На который мы что-то накладываем Есть некоторое прошлое У этого ребенка есть некоторое прошлое И он уже рождается С какими-то качествами У него есть уже полный набор Набор позитивных качеств, набор негативных качеств И воспитание это умение выделить позитивные качества И приглушить негативные качества Но сознание уже проявлено Они еще совсем маленькие Но сознание уже есть например на ребенок там мальчик девочки они сразу так ярко отличаются друг от друга мальчик там берет одевает майку наоборот там штаны наоборот все равно ему все равно как разные носки палку в руки вперед на улицу радостно девочки дают зеленое платье почему зеленое хочу желтое то есть сразу же другое сознание другое мышление сразу видно разницу в психике абсолютно другое ничего не понимает но уже есть прошлое они уже знают как себя вести ну как реагировать уже все это заложено дети до 5 лет помнят свою прошлую жизнь до 5 лет просто родители не способны перевести это на язык на какой-то язык жизни они думают это какие-то игрушки поэтому дети что-то говорят могут что-то рисовать и разговаривать никто просто не обращает внимание но до четверти детей очень легко вспоминают свою жизнь до пятилетнего возраста если просто их послушать и поговорить об этом что ты помнишь то кажется что они могут все вспомнить и имя даже где они жили все это описать поэтому целые исследования когда проводились 25 процентов детей очень четко описывали свою прошлую жизнь просто их нормально расспрашивают и они очень четко описывались после пятилетнего возраста осознание переключается так сказать и ребенок вступает на его в родственную жизнь и все это у него постепенно выточивается ему уже трудно вспомнить но потом остается это явление остается этот ветерок ветерок называется тяжелую когда вы можете что-то вспомнить когда другом вам какая-то ситуация кажется очень знаком обычно когда в одном месте живешь что это редко происходит но когда путешествуешь я очень много путешествую очень много то очень часто вспоминаешь какие-то места четко знаешь что там за углом что там дальше происходит очень часто это происходит потому что очень много перемен и так как мы достаточно часто перевоплощаемся меняем тела очень много мест можно вспомнить очень много легко вспоминаются места так интересно но не в этом суть суть в том что для качественного на воспитании мы должны понять что времени для воспитания нет чтобы воспитать не конфликтного ребенка времени нет всего дается 3-4 года 3-4 года за первые три года закладывается 50 процентов сознания ребенка три года 3-4 года и причем сейчас есть но тенденция к уменьшению этого срока раньше было 5 лет потом 4 сейчас уже вот 3 лет идет речь закладывается 50 процентов мышления поэтому родители уже должны быть давно подготовлены родители должны четко понимать что его что времени нет первые три года вообще нет он как губка описывается его сознание как губка он впитывает все всю культуру впитывает всю культуру впитывается 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 поэтому никакие эксперименты недопустимы потому что потом он 50 лет будет это возвращать 50 лет то есть мы будем видеть как это происходит в течение 50 лет каким он вырос поэтому мы наблюдаем некоторые замкнутый круг воспитания это замкнутый круг на основе разума некоторая наследственность если дети смогли привить разум до создания их семьи тогда у них появляется тенденция прививать своим детям разумelle создание семьи вот это называется позитивная наследственность это понятно не то что сказал еще раз повторяю если мы например смогли привить разум нашим детям до создания их семьи то есть они уже когда родили но ребенка четко знает что делать в первые три года то тогда у их детей появляется тенденция поступить так же со своими детьми тоже привить им разум до создания их семьи Это называется позитивная тенденция на основе разума. К сожалению, сейчас не всегда мы это видим. Это называется жизнь человека разумного. Иначе все превращается просто в размножение. Это называется метод зачатия способом ой. Она говорит ой. Он говорит ой. Мама с папой ой. И все говорят ой. И он потом еще рождается. И начинают бороться. И так как они не знали, зачем они родились, и они знают вообще, зачем они создали семью, то начинается борьба. Животные отношения это борьба. Он борется, но за превосходство. Я мужик в доме сказал, я мужик. Она говорит, а я зато денег больше зарабатываю. Сейчас женщины умудряются больше денег зарабатывать. Вы заметили? Очень часто происходит. Она говорит, я деньги зарабатываю, не дам тебе ничего и все. Ну и будешь мужик, но без денег все. И они борются и борются, борются, ругнут на друга, орут он я, она нет я. Но потом рождается ребенок. Я говорю, так все, поругались. Теперь я буду главный, кто не согласен. Начинаю орать. Два часа. Доказательство сто процентов. Они говорят, все, мы согласны, ты главный, все. И спят спокойно уже, не ругаются. Либо нервы. Все, очень четко доказывают. Я главный. Однозначно. Ничего сделать невозможно. Поэтому, если мы правильно подходим к этому, если мы готовимся к рождению ребенка, четко знаем, что нужно вложить, то тогда привлекается особая личность. Как на атмосферу привлекается кто-то. Мы все привлекаемся на какую-то атмосферу. Где-то негативная атмосфера, где-то позитивная. Мы ее тут же чувствуем и уходим. Также, если мы готовы к принятию ребенка, то привлекается особая личность. Особая личность, которая готова с нами работать. Которая готова развиваться. Если мы не готовы развиваться у ребенка, то и придет личность, которая не хочет развиваться. И ничего будет сделать невозможно. Но если мы готовы ее развивать, то придет тот, кто хочет развиваться. Очень простая идея, да? Очень простая. Особенно часто наблюдается в современной семье, которая откладывает рождение на потом. А потом в надежде извлечь из жизни как можно больше радости, как можно больше счастья, но теряется. Теряется, возможно, даже простого продолжения рода. Если в семье рождается один ребенок, то род быстро вымирает. Если рождается два, то он медленно вымирает. Он не сохраняется, медленно вымирает. Потому что все равно есть детская смертность. Если три ребенка рождаются, то еле-еле сохраняется род. А если четыре, то тогда он начинает разрастаться. Тогда он начинает разрастаться. А причем, чем больше детей рождаются, тем легче их воспитывать, знаете? Если один ребенок, вот те, у кого были дети, вы знаете, если один ребенок, все, внимание на этого ребенка, так? Но если несколько детей уже вместе играют, все, они уже играют, между собой уже можно вообще за ним не сидеть. Просто смотри одним глазом и все, и слушай, что там у Павла или у человека, так? У детей тут же начинается самовоспитание, тут же автоматически. На Востоке это идеально вообще сделано. То есть, как только рождается следующий, то предыдущий тут же его на руки и за ним заботится. Мать вообще ничего не стирает, вообще ничего. За каждым стирает его старший. Мать вообще ничего не стирает. Вообще ничего. Они все это помогают на кухне готовить. То есть, чем больше детей, тем меньше забот. То есть, мать абсолютно свободна. Абсолютно. Но один ребенок, это очень много хлопот. А много детей, мало хлопот. Так интересно. Совсем другой подход. Совсем другой, очень интересный. Причина нежелания иметь детей сейчас кроется в отходе от правильной системы воспитания. Если мы правильно воспитываем ребенка, то ребенок хочет продолжать род. Это есть, в общем-то, сама идея рождения ребенка. Ребенок должен хотеть то, что хотят его родители. Если мы планировали воспитание ребенка, планировали его рождение, и думали о том, чтобы сделать его счастливым, то ему будет хотеться то, что хочется его родить. Ему будет нравиться та же пища. Ему будет нравиться, чем занимаются его родители. Ему будет нравиться, как они мыслят. Ему будут нравиться их идеи. Но если его не хотели воспитывать, и он родился методом «ой», то тогда ему не нравится. Ничто ему готовят, он тут же ему все это не нравится. Но ему не нравится, на какой работе работают его родители. Ему вообще все не нравится. И поэтому он быстро уходит из семьи, вообще всех бросает. очень просто, называются нежеланные дети, поэтому есть два рождения, есть рождение ребенка на счастье, ну когда на ребенка ждали и знали как его воспитывать, а есть рождение на зло называются, а когда он рождается начинает помстить родителям, очень часто являют, очень часто являют на зло, так разваливаются династии, поэтому, а культуру легко определить, если в обществе есть культура семьи, то есть династия, если в обществе нет культуры семьи, династии нет, кто-то помнит еще, что такое династия? Да? Помните? Династия, это когда все на одной работе работают, все на одной, и тогда появляется профессионализм, то, что сейчас полностью пропало, что такое профессионализм, это минимум 21 год на одной работе, и тогда человек знает все плюсы, все минусы, так чтобы изучить все плюсы и минусы своей профессии, нужно 21 год работать, и тогда можно изучить, факт, однозначно. Но если человек мало работает, мало работает, то тогда что получается? Он не профессионал, он не знает все плюсы и минусы, поэтому водитель ведет, что сказать, машину ведет непрофессиональный водитель, самолет ведет там непрофессиональный летчик, а хлеб испек непрофессиональный пекарь, лечит непрофессиональный врач, и так далее, Все непрофессионально. Дом строит непрофессиональный строитель, вообще какой-нибудь штрафбат строит или стройбат. То есть люди, которые вообще не хотели идти в армию, они еще и строят нам дом и так далее. То есть все непрофессионально. Поэтому что теряется? Вера теряется. Я уже не говорю про качество. Теряется вера вообще во что-то, во что-то действительно в какую-то пользу. Поэтому нет никакого профессионализма и все просто разрушается. Все начинают метаться туда-сюда. Более того, это входит в идею. Представьте себе, западные, некоторые западные направления психологии утверждают, что каждые 7 лет нужно менять работу.